приветствую всех зрителей моего канала за окном ноябрь по ночам начинает подмораживать поэтому перешел на зимний комплект заодно испытываю свой новый 10 миллиметровый голый костюм от фирмы hydra посмотрим как он сядет на меня ни разу его не одевал еще поэтому самому интересно как все пройдет но я думаю все будет нормально отправился на небольшую речку недалеко от дома хочу во первых испытать все снаряжение как она сядет на меня поэтому особо охотиться пока не буду далеко не поеду нужно подогнать все вывесить груза но потом уже можно и думать о более серьезной охоте прозрачность как и всегда в это время метр и меньше травы еще достаточно много но все равно по ней уже можно плавать таких зарослей густых уже конечно нет сразу начинает попадаться мелкая рыбка плотва даже щучка небольшая попалась но пока привыкаю костюму надо чтобы он сел по фигуре промок как следует чтобы понять вообще как я вывесился но мне кажется все таки я с грузами немного ошибся взял грузов со старой десятки но видимо этого немножко не хватает до глубины два метра очень некомфортно нырять постоянно тянет наверх нужно или за что-то держаться чтобы оставаться над ней или подрабатывать себе руками ногами от этого создается шум конечно охота не очень эффективна наверное первые полчаса просто плаваю наблюдаю и привыкаю костюма но со временем он промок и стал немножко попроще нырять и находиться под водой поэтому смог предаться охоте и вот через некоторое время обнаружил первого неплохого окуня в нем наверное не меньше 400 грамм поэтому решаю его взять что ж первое добыча новом костюме есть пусть добыча не очень велика но это реалии зимней охоты вся крупная рыба из таких не очень больших рек скатилась уже в крупные и здесь останется такая средняя и мелкая рыба прошелся чуть-чуть по одному берегу решаю переплывать на другую сторону где у меня есть хорошие места хочу проверить их и вот на этом переходе на русле обнаруживаю неплохую щучку наверное больше килограмма тоже решаю ее взять но течение не дает хорошо прицелиться в итоге делаю такой неподготовленный выстрел и как следствие обидный сход перебрался на другой берег и начал не спеша обследовать эту сторону реки здесь сохранилась также трава но и и здесь немного поменьше поэтому мест для стоянки рыбы опять же не очень много изучаю наверное от берега и до глубины метра два вот этот участок потому что по руслу идет сильное течение голое дно тут наверное рыбе совсем не за что зацепиться если она и будет то только проходная поэтому прижимаясь ближе к берегу здесь какой-то рельеф более-менее присутствует какие-то перепады возможно удастся здесь встретить какую-то рыбу но пока кроме плотвы и мелких окуней ничего не попадается уже наверное проплыл метров сто может даже чуть больше но пока картина не меняется а еще через некоторое время река подкидывает мне очередную неожиданность такая очень неожиданная встреча которая меня опять немножко взбодрила и проверила мою нервную систему когда из темноты в луч света вылетает что-то такое более менее крупное всегда это вызывает такое напряжение тем более помни рассказы о бобрах приходится как-то быть аккуратным не хочется конечно сражаться с ним среди ночи но к счастью это оказал сандатра вот здесь высвечиваю тоже щучку в районе килограмма но она очень быстро стартует продолжая обследование реки плаваю от берега зигзагами до середины и обратно обследуя вот этот участок к сожалению опять проходит довольно много времени но никаких таких серьезных результатов мне поиск не приносит все та же плотва и немного окуней конечно чуть раньше это место радовало наличием рыбы но все-таки с приближением зимы видимо рыба более менее зачетная куда-то скатывается или на ямы или вообще уходит в крупные такие реки ну конечно у меня была надежда на чудо но к сожалению видимо чудес в природе не бывает и как положено рыбе так она себя и ведет крупные уходит в крупные реки и глубокие места мелочь остается в таких вот небольших речках но что-то и мелочи я не очень сильно наблюдаю конечно это не очень приятно с такой охотой недолго и замерзнуть но пока кстати по костюму все хорошо руки к варежкам в толстом уже привыкли более-менее то первые минуты конечно тяжеловато все это выглядело руки как крюки как говорится были все движения какие-то скованные но сейчас все пришло в норму костюмчик под намок варежки тоже все гнется и плавать уже более-менее нормально продолжаю искать но поиски что-то мои не приносят желаемых результатов не знаю может быть стоило пройтись по другой стороне там поглубже но и течение посильнее ну ладно буду сплавляться по другому берегу и смогу посмотреть что там с тем берегом было ошибся я выборе или нет наблюдая за плотвой кстати замечаю что очень много платы какой-то побитый и во время охоты это подметил и когда монтировал видео тоже когда нарезал картина получилась такая да более наглядно очень много какой-то без чешуи платвы с какими-то порезами не знаю что это то ли хищник лютует то ли какая-то может быть выдра или норка кстати я тут несколько лет назад видел норку две зимы она мне попадалась бегала по ночам может быть и она тут балует с рыбкой но факт такой я заметил что именно плотва какая-то немножко она побитая ну ладно я немного отвлекся впереди наметилась неплохое место с более-менее густой травкой вот сразу же в этой травке обнаруживается неплохой окунь хотел его поймать рукой но что-то там ударилась у меня и он ушел действительно место оказалось такое более-менее рыбное тоже заметил что рыба стоит какими-то местами где есть какие-то укрытия травка там рыбки побольше и по размеру и по количеству ну видимо это везде так но факт остается фактом если удастся найти такое более-менее приличное местечко значит есть шанс встретить и более-менее приличную рыбку плыву дальше вот в травке обнаруживается довольно неплохая плотва подумал что неплохо бы поймать ну или подстрелить пару-тройку штучек на засолку периодически ловлю или стреляю несколько таких плотвиц или подлещиков и сушу их дома иногда в охоточку очень неплохо их погрызть поэтому вот изловчился и поймал такую неплохую плотвицу и сажаю ее на кукан а вот и очередная погрызанная кем-то плотвица не знаю все таки что с ним здесь происходит возможно удастся в конце концов понять что это но пока просто наблюдаю отмечают для себя плыву дальше раки попадаются рак есть но его не слишком много да и размером он не очень большой поэтому просто наблюдаем и идем дальше дальше мелкий окунь и вот снова выхожу на такой заросший более-менее участок здесь немножко забавляем скорость начинаем тщательно просматривать всю траву и вот сразу же обнаруживается небольшая щучка ну что ж уже неплохо вот стоит окушок более-менее неплохой дальше обнаруживается такая же небольшая щучка уже хорошо ищем дальше просматриваем траву вот стоит еще один неплохой окунь и вот из-под меня не знаю откуда он взялся выходит еще более зачетная кунишка такой сначала была мысль стрельнуть его но потом решил просмотреть эту траву все-таки получше потому что был шанс найти что-то поинтереснее чем окунь и я продолжил осмотр и как оказалось не зря проплыв буквально несколько метров и увидев парочку неплохих платвиц на границе травы и чистой воды замечаю хвост довольно приличной щуки по нынешней охоте и вот тут сказался конечно недостаток огрузки моего костюма не удается потихонечку к ней поднырнуть и подойти совсем незаметно пока я пытался как-то что-то развернуться добраться до нее она конечно же меня обнаружила и ушла продолжив осмотр пугаю еще какую-то рыбу стоит довольно приличная муть иду по этой мути и вот в конце вырисовывается очертание такой щучки конечно поменьше той которая ушла но тоже неплохая наблюдаю за ней но пока не стреляю все-таки появился шанс найти более приличную рыбу и надо им попробовать воспользоваться двигаюсь дальше и вот в траве обнаруживается еще одна неплохая платвица очередная попытка поймать ее рукой не увенчалась успехом ну что ж плывем дальше дальше пугаю еще какую-то рыбу опять стоит муть двигаюсь по этой мути и вот сбоку замечаем такую не очень большую конечно но все же щучку решаю ее взять охота уже длится наверное часа два все-таки хочется сегодня взять рыбки поэтому стреляю в эту щучку и забираю с собой ну что ж с рыбкой на кукане стало намного интереснее плыву дальше вот нахожу в траве еще одного небольшого щуренка но он совсем маленький поэтому просто пропускаю его и иду дальше а дальше у нас все также плотва но через некоторое время опять же в травке находится еще один неплохой хвостик понаблюдал за ним но она не больше той щучки которые я уже взял поэтому тоже пропуская ее поднимаясь немного выше обнаруживаю опять же неплохую плотву наблюдаю за ней встречая опять эту же щучку которая не ушла очень далеко видимо место для нее очень хорошая но не очень желает его покидать но я ее во второй раз пропускаю наблюдаю за хорошей плотвой решаю больше не рисковать а стреляю в нее и вешаю на кукан ну вот парочка плотвиц для засолки есть на этом хорошее место по этому берегу закончилась я развернулся и сплавом пошел вниз по течению до места на другом берегу на сплаве ничего в принципе интересного не увидел плотва пара окуней правда неплохих попалась но заморачиваться с ними на течение я не захотел поэтому спокойно доплыл до места поменял вышел аккумуляторы на берег в камере и начал прочесывать место на другом берегу но и как обычно меня сначала встретила плотва и окунь в этом месте течение потише и как следствие побольше травы трава разная кувшин кордест и такие ленточные зелененькие водоросли не знаю как они называются но что интересно как раз в этих водорослях я позже обнаружил щуку которая стояла в них или рядом или в самих водорослях а вот интересная встреча приближаясь к стене травы вот этой ленточной и замечаю впереди небольшую щучку но чуть больше килограмма понаблюдал за ней перевожу взгляд чуть выше и вижу хвост такой же щучки которая стоит выше по течению видимо это место им приглянулось и они решили устроить здесь совместную засаду хорошо что не стал трогать тех щук потому что через буквально пару метров в самой траве обнаруживается очень хорошая щучка которые становятся моей следующей добычей недолгая борьба и щучка отправляется на кукан ну что ж с такой добычей уже не стыдно выходить и на берег но место еще осмотрено не до конца поэтому продолжаю движение немножко азарт мой охотничий спал я теперь более спокойно отношусь к попадающейся рыбе вот встречается довольно неплохая щука тоже наверное примерно такого же размера килограмм чека полтора но я уже спокоен тем более место очень хорошая и есть надежда на встречу с более крупным трофеем поэтому эту рыбу я пропускаю и ищу хвост посолиднее ну как я уже замечал рыбка стоит какими-то такими пятнами вот сейчас закончилось место со щукой опять начал попадаться лишь плотва и окуни вот тут нашел в спящую лягушку вот так они оказываются зимуют у нас мы ищем дальше но дальше тоже некоторое время попадается одна плотва с окунем ну что ж поищем чуть подальше очередное щучья льдорадо глядишь мне и повезет вот впереди обнаруживается опять неплохая плотва снова я попытался поймать ее рукой снова неудачно не стал стрелять потому что впереди наметилась опять неплохое местечко и стрельбой пугать возможно стоящую впереди крупную рыбу я не захотел рыбу я нашел но это было не совсем то что я искал и чего ожидал это оказалось небольшая щучка ну ладно бог с ней главное что щука начал попадаться значит место опять ее и возможно чуть дальше я встречу того кого ищу двигаемся вверх вот снова неплохая плотва но здесь уже не до плотвы но и как я предполагал вот такой густой траве появляется хороший хвост хорошей щуки обхожу ее сбоку но тут замечаю что у нее очень сильно раздуст живот видимо она неплохо покушала поэтому потерял бдительность и как-то не стал я ее трогать опять что-то во мне переклинило вроде подумал сытая рыба отдыхает зачем ее тревожить и не стал ее забирать с собой ну и ладно буквально тут же высвечиваю под небольшой бровкой еще одну щучью голову но эта щука не дала мне шанса даже рассмотреть ее срывается с места и уходит незаметно это место закончилось нужно возвращаться к точке выхода начинаю сплавляться по берегу который хотел проверить вот на сплаве удается кое-что заметить и кое-что добыть вот эту щучку очень поздно заметил и стояла на под неудобную руку ну что ж отметил для себя что в этом месте рыба есть плыву дальше вот следующие щучки которые я встретил повезло меньше она стояла правильно да и заметил я ее довольно издалека поэтому успел приблизиться притормозить и сделать прицельный точный выстрел это была моя последняя добыча на этой охоте батарейка у меня закончилась и при выходе я встретил еще одну небольшую щучку но заснять ее к сожалению не удалось вот так прошла эта охота а теперь мои впечатления так сказать по горячим следам всем привет вот сегодня охота в новом костюме 10 миллиметров от фирмы hydra материальчик дайваба 35 можно сказать пока все нормально не замерз руки в порядке ноги тоже но это еще не зима конечно посмотрим что будет зимой ну а пока все нормально рыбка есть видимости нет но это как всегда все будем дальше пробовать плавать подождем настоящих морозов ну и там будет видно ну мне кажется все будет хорошо материальчик очень мягкий эластичный вообще все отлично пока все все пока подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте свои комментарии комментарии вы Продолжение следует...